Здравствуйте, меня зовут Юлия Сергеевна, я старший преподаватель кафедры геологии и разведки с рождением патриотископаемых Каргандинского технического университета. Лабораторная работа номер один по дисциплине «Геология Казахстана». На сегодняшней лабораторной работе мы будем рассматривать видео в Казахстане, вспоминать тот теоретический материал, который мы изучили на лекции, и непосредственно уже работать с картами, где мы будем обозначать элементы рельефа в Казахстане и гидротронах. Итак, для начала давайте посмотрим. Значит, природа очень щедро одарила нашу республику, на территории нашей Родины находятся высокие горы, находятся моря, у нас есть различные реки, степи многочисленные, бескрайние. Итак, это такой тренажер, который, кстати, я вам выложу в Teams, он у вас будет, вы сможете его еще раз пройти, потому что здесь будут различные тесты, которые мы сейчас вместе с вами будем проходить, и вы сможете еще раз пройти этот тест, для того, чтобы понять, в условиях все ваши знания или нет. Итак, давайте для начала я немножечко расскажу, в чем заключается наша работа. Так, наша работа будет заключаться в следующем. Давайте пока оставим демонстрацию. Наша работа будет заключаться в следующем. Каждому выдана контурная карта нашей республики, значит, республика Казахстан, контурная карта, на которой будет необходимо нарисовать все элементы, это орогидрографические, то есть гидрографию и непосредственно сами формулы рельефа. Ну, рисовать, понятно, их не надо, нужно будет их обозначить. Где находится Прикаспийская, где у нас Устюрт, где полуостров Бузачи, где Мангашлак, где у нас Алтай, где там Женгарский Алтау, Нелкасопочник и так далее, Павдала. То есть все вот эти вот элементы, которые находятся у нас на карте, сейчас я вам его покажу, все эти элементы нужно будет показать на своей контурной карте. Для чего это нужно будет сделать? Ну, понятно, для того, чтобы, во-первых, для того, чтобы вы это хорошенечко запомнили, где у нас что располагается. Это первое. И для понятия, чтобы у вас было понятие, каким образом... А, ну, в этой презентации сейчас увидите. Чтобы было у вас понятие, где вообще у нас располагается. Давайте я вот таким вот образом то укажу. То есть вам по этой карте все, что находится здесь... Здесь еще у нас обозначены города, помимо всего прочего. Давайте я запущу еще раз демонстрацию. Мне кажется, ее не видно. Еще раз запускаю демонстрацию. У меня еще вот теперь, наверное, видно. Вот такая вот, будете ориентироваться на вот эту карту. И непосредственно на своей контурной карте можно будет обозначить вот эти элементы. Вот плата, стюрт, написано, например, списка, неизменность, казацкий, не посыл, почему бы это как была. Все вот эти элементы, которые есть здесь. И некоторые элементы я вам вышлю из учебника. Ну, или вы можете сами посмотреть в учебнике Абдурина. Там тоже есть карта. Но она советская, карта не современная. Ну, там немножечко побольше всех этих элементов. Вам нужно будет, значит, познакомиться, где что находятся. Реки, крупные реки, как они протекают. Их нужно будет обозначить. Их нужно будет подписать обязательно. Озера. Ну, Бахаш, понятно. Коль, Зайсан. Озера. Моря. То есть все мы подписываем. Давайте теперь немножечко поговорим. На чем остановились. Значит, главные черты рельефа Казахстана. Вот здесь вот у нас обозначены главные черты. Значит, рельеф территории Казахстана разнообразный и сложный. Он формировался в процессе геологического развития и непрерывно изменялся. И до сих пор продолжает, естественно, непрерывно изменяться. Главная особенность рельефа – все высотные уровни, от низменности до высоких гор, можно увидеть на физической карте Казахстана. Это понятно. Вот у нас карта Казахстана. Вот мы ее открываем. То, что я только что показывала. И изучая эту карту, переносим все руками, именно никаких электронных вариантов. Именно руками нужно будет это все нарисовать, для того, чтобы вы все это запомнили, где располагается. Значит, главные особенности рельефа Казахстана. Первое. Преобладает равнина низкогорной области. Они расположены на западе, севере и центральной части Казахстана. Равнина низкогорной области. То, о чем мы говорили с вами на первой лекции. Это у нас запад, север и центральная часть. Запад – это у нас… Давайте открываем карту, уже наглядно посмотрим. Вот она на западе, прекрасный список, а неизменность. Вот у нас на севере. И в центре это у нас мелкосопочник. Это то, что касается равнина низкогорных областей. Давайте еще раз посмотрим, где они у нас располагаются. Значит, высокогорные области занимают небольшую территорию и расположены на востоке и юго-востоке республики. Тоже, я говорила, горы. Это восток, мы с Каменогорской ориентируемся туда и юго-восток Алмата. Ну, хотя не только Алмата, конечно. Вот. Оно располагается здесь. Это у нас Алтай. Это находится Алтай. И располагается вот сюда вот вниз. Джунгарский Алтай, Алмата, Чинген, Чинген. Вот на этой территории Тяньшань, да, у нас на этой территории Алтай-Тяньшань располагаются высокогорные области именно в республике Казахстан. Мы как раз-таки в южной границе. Южная и юго-восточная. Значит, вся поверхность нашей страны имеет общий наклон с юга на север и с востока на запад. Вспоминаем, с юга на север, если мы положим сюда шарик, он покатится сюда, немножечко в ту сторону. и с юга на запад, с востока на запад. Значит, высокие и низкие горы чередуются между горными долинами, между горными долинами и равными. Вот сейчас на этой карте нам хорошо видно. Видите, вот низкогорная, видите, тут небольшое поднятие, у нас низменность. Тут вот поднятие, низменность, видите, как очередуются. Вот на этой карте прям очень хорошо вот этими палочками показали. В принципе, это видно и без вот этих вот условных обозначений, вот коричневых и зеленых палочек. Мы видим это и так по физической карте. Мы знаем, что условное обозначение у нас зеленое, это у нас снизменность, и коричневое, это у нас возвышенность. И чем темнее этот цвет, тем, значит, выше горы, и чем темнее зеленый цвет, в данном случае, это у нас тем ниже. То есть интенсивный свет показывает высоту. Это понятно, вы помните. Значит, эти особенности рельефа оказывают большое влияние на формирование климата и природных ландшафтов на отдельных территориях. На равнинах и низкогорьях природные зоны расположены в широтном направлении, а в высокогорьях характерны высотные пояса. Рельеф имеет большое значение в жизни и деятельности человека. Равнина и межгорные долины удобны для хозяйственной деятельности, для сельского хозяйства, для скотоводства. Склоны гор, покрытые лугами, используются в основном подпадбище. На западе республики, на полуострове Магастау, расположена самая низкая точка. Патина Караги, я говорила, на уровне 132 метра, ниже уровня Нори находится. Ну, а самая высокая точка у нас находится на юго-востоке Казахстана. Это пик Ханктенгри. Давайте мы на карте посмотрим, где находится у нас. В Актау находится вот у нас самая низкая точка. Вот здесь Караги именно 132 метра, и Ханктенгри находится у нас вот здесь. Это практически самая... Нет, не самая южная точка. Самая южная точка находится у нас вот здесь. Ну, недалеко от внутри находится пик Ханктенгри. Так, здесь я вам поясняю, здесь у нас есть такие вот вопросы, на которые вам нужно будет ответить, потренироваться. Крупная горная система на востоке Казахстана, и думаем, что у нас Старобогатай, Сеултиншань, или Алтай. Наверное, я думаю, что Алтай. Вот, ну, я видите, ставлю, и мне ставится плюсик. Вот, и здесь вот есть такие вот вопросы, на которые вы ответите. Я сейчас вам не буду все ответы вскрывать, что такое платформа. Значит, форма Релико расположена на севере, на юго-востоке республики. Это можно будет подглянуть вначале в карту, потом, конечно же, все можно будет изучить. Вот здесь вот будут вот такие вот тесты, которые нужно будет пройти. Ну, на этом наша лабораторная работа, инструкции, опять, лабораторные работы закончены. Ваши задачи все это закончить, и контурную карту сдать на проверку. Вот, если вы находитесь на дистанционном образовании, то вы можете выслать ее активность, прикрепить. Если вы не понимаете, то, естественно, вы приносите контурную карту, и проверим. На этом инструкция к лабораторной работе у нас подходит к концу. Всем до свидания. Будут какие-то вопросы, обращайтесь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok